Десяток автомобильных покрышек, кастрюли и даже телевизор, а еще много стеклянных бутылок и жестяных банок. Акцию от Мегабак, несмотря на дождливую погоду, отменять не стали. Порядок в городском бару наводили студенты, волонтеры, представители общественных организаций, экологи, сотрудники администрации и комбинаты благоустройства, депутаты. В течение часа порядка 12 команд по 10 человек собирают раздельно отходы, которые остались после зимы. Дальше мы подведем итоги и первые 5 команд, которые наберут большее количество раздельно собранных отходов, получат призы. Город вообще жемчужина нашего города. Все мы знаем, как пользуются популярностью наших жителей. К сожалению, помимо отдыха, оставляют за собой следы. Но сегодня просто проходит какой-то огромный праздник. На самом деле у нас первый раз в нашем городе такое соревнование, когда ребята борются за мусор. К делу подошли с хорошим настроением. Друг другу старались помогать. Ведь чем сплоченнее команда, тем лучше результат. Его определяли весы. 0-0. Так. 2,7. Каждая команда собрала по несколько таких мешков. Но важно было не просто навести порядок, а рассортировать мусор по фракциям. Я сегодня здесь, потому что сейчас очень важно следить за природой, за экологией. Нужно уметь мусор распределять раздельно. Мы сами этому учимся и учим других. К молодежи присоединился и глава муниципалитета. Всего за час участники акции собрали одну тонну 200 килограмм мусора и сделали легкие города намного чище. Как люди, наверное, любящие свой город, свой любимый Серпухов, сегодня мы пришли сюда и немножко поработали, чтобы сделать его чище и краше. За это вам большое от меня человеческое спасибо. Вы настоящие молодцы и настоящие патриоты нашего любимого Серпухова. Те, кто собрал больше всего мусора, получили фирменные подарки от Мегабак. Были и специальные призы самому юному участнику акции трехлетнему Глебу и ребятам из военно-спортивного клуба Маргеловец за самый необычный мусор. Было детали от вилл, от лопат, от разных инструментов. Мусора очень много, его нужно убирать. А те, кто приезжает и не убирает, то большая просьба убирать за собой. К этому пожеланию присоединились и молодогвардейцы. Они стали победителями акции «Мега-субботник», собрав больше 200 килограмм мусора. Собирали стеклянные бутылки, очень много. Мы собрали, наверное, штук шесть мешков, также шестяные банки, даже были мангал мы собирали. Не загрязняйте природу, берегите ее и выходите на субботник. Убирайте за собой, это не так сложно. Серые контейнеры для грязных отходов, синие для пластика, стекла, металла, картона, бумаги. В бункеры для крупногабаритного мусора не нужно сбрасывать, например, спил и смет. Эти простые правила выполнять несложно, а собранные во время акции отходы перевезут на площадку «Мегабак» для последующей отправки на переработку.